Как сэкономить без вреда? Порядка двух десятков вопросов рассмотрел совет депутатов городского округа Химки в ходе заседания, где особое внимание уделили бюджету. Так, от одного из депутатов поступило предложение сократить затраты, например, на строительстве катка в сквере юбилейной. Была идея там залить площадку для любителей активного спорта на коньках. За 25 миллионов рублей в аренду каток нужен, вы спросили у химчан. По словам начальника финансового управления, деньги на каток нашли благодаря грамотной работе администрации. Вы помните всех, что мы принимали изменения в программу заимствования, где вы нам позволяли взять бюджетный кредит под 0,01%. Соответственно, взяли данный кредит 500 миллионов, сейчас уже 267 миллионов. То есть мы гостили кредит коммерческого банка, тем самым мы сэкономили деньги на процентах. Походу мы вам не доставим эту информацию. А эти денежки, которые сэкономлены, они у нас пошли на бюджетную сферу. И когда мы обсуждали с вами этот вопрос, и вы нас поддержали, и я считаю, что мы хорошо отработали, потому что мы сэкономили именно на обслуживании муниципального долга. И сейчас я считаю, что жители городского округа заслужили того, чтобы у них стоял хороший каток. Мы обязательно донесем до Акимчан, чтобы против катка. Да. Еще один спорный вопрос касался изменения структуры администрации. Планируют ввести должность замглавы округа по промышленности и инвестиционной политике. Это не повлечет увеличение фонда оплаты труда и не потребует дополнительных средств из бюджета. И все же ряд депутатов усомнился в ее необходимости, поскольку якобы, по их мнению, в городе практически нет промышленного производства. Сегодня на территории Химок 25 тысяч предприятий, и они требуют контроля. Эта работа требует совершенно другого подхода, и именно поэтому и вводится сейчас вот такая должность человека, который будет привлекать инвестиции. Для того, чтобы контролировать все предприниматели, которые работают в Химках, открывали в обязательном порядке засобленные подразделения, и мы с вами весь МДФЛ забирали в бюджет. Напомним, ранее стало известно, что Химки вошли в топ-3 муниципалитетов по рейтингу 50. Это оценка эффективности работы органов местного самоуправления из 50 целевых показателей. Все они складываются в несколько приоритетных направлений. Оценка населением органов власти, экономика, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни.